Это наше собрание здесь в форме конференции. Я думаю, что самое важное, что оно вообще происходит. И что происходит разговор с участием специалистов из Европейского гуманитарного университета, из Вильнюса и из Беларуси, в смысле, не связанных непосредственно с Европейским гуманитарным университетом. Я очень тоже рада приветствовать здесь не только куратора этого проекта, выставки Кистудиса, Козинеса. И, конечно, я очень рада видеть одного из основных двигателей и парапатически идейную маму этого проекта, госпожа Пемпель. Это инициатива, которой началась этот проект. Проект показывает весьма определенное, очень, я бы сказала так, именно определенное, что актуальное белорусское искусство существует. Возможно, это стало более очевидно при освобождении от некоторых специфических белорусских контекстов. То есть в этой среде эта выставка, она свободна от восприятий, напряжений, которые существуют в художественной и социальной среде. С другой стороны, действительно ли это так внешне? Надо ли изъять из живого матери, или вещи поместить в какую-то абстрактную среду, чтобы тогда можно было говорить в феномене? Наверное, нет. Вот, конечно, это же выставка, даже если в этом простом собрании, я думаю, она немножко по-рубому смотрелась бы в австриарном мире, тем более в Нью-Йорке. В Вильнюсе, да, это даже чисто начиная от архитектурного пространства, определенные качества этой архитектуры тоже, я думаю, дает восприятие этого искусства очень интересный этот контекст бытия в своем пространстве и немножко в чужом. Пространство советское. Эта выставка абсолютно невозможна в Винске. Или в Гомеле, или в Гродно, или не знаю где. Так что это искусство существует и живет, а выставка невозможна. Почему некоторые проекты озвучены на английском, почему артист живет там, а не здесь, и так далее, и говорит, что это уже вообще ничего, потому что это не белорусское искусство. Потому что это позволяет вести дискуссию, которая, я думаю, сейчас для Беларуси очень важна. Что такое Беларусь и что такое белорусскость. И расширение, то есть если вопрос о будущем страны, и народа, и по соотношению с окружающим пространством, геополитическим, культурным, каким угодно, это вопросы, они должны быть продовольны. И тут поэтому и обвинения, и ответы на это обвинения, они должны иметь пространство. А такое пространство может создаваться, я думаю, как раз на таком пограничье, внешнего и внутреннего, каким является Вильнюс. Белорусское искусство, белорусская культура является местом здесь, в Вильнюсе, в этой части Европы и в принципе Европы. Я когда родилась это название, мне как-то только оно выскочило, увидеть свои пределы равняется выйти за них. Я подумала, ой, как претензиозно, и как-то так слишком, может быть, не очень научно. Но потом оставила, потому что вот эти подсознательные импульсы, они все-таки для меня первично дают истинность ощущения. Вот я сейчас так чувствую, действительно, и это именно необходимость была такая, увидеть свои пределы, которые двигало, ну, подчасти и мной, а, может быть, и коллегами, в том, чтобы это делать то, результат, чего вы видите в настоящий момент. Дело в том, что в АЭС можно употреблять такое слово в замкнутой достаточной ситуации, в Минской художественной жизни, я стала в какой-то момент очень четко ощущать, что, чтобы вообще правильно тестировать, сканировать, скажем, свое собственное состояние, позиционирование, и все, что происходит, необходимо срочно выйти из этого. Вот. Но самостоятельно сделать это, объективизировать свой взгляд, очень сложно. Вот. И я просто остро почувствовала необходимость вот этого постороннего взгляда, и, ну, просто стала предпринимать какие-то попытки, чтобы его организовать, чтобы его направить в нашу сторону. Вот. И, собственно говоря, вот самым удобным путем и близким вот путь на Литву, и коллеги, извиняюсь, сделали это. Они направили свой взгляд на восток, то есть к нам, и мы видели, так сказать, в зрачках смотрящего свое отражение. Вот это выставка, она и есть, вот это наше отражение. Я скажу о том, что вот сейчас, может быть, наиболее актуально для нас и для тех, кто хочет продолжать вот эту активизировавшуюся динамику вот в жизни современного педагоговского искусства. Может быть, самим художникам это не так кажется важно, потому что для каждого из них важно и собственное творчество, и реализация там собственной авторской там концепции работы очередной. Но для нас, так сказать, провокаторов процесса, организаторов, очень важна вот эта внешняя форма, структура этого процесса. Говоря такими мсухими звуком, это инфраструктура, в которой существует искусство, в которой оно презентирует себя. Есть определенные положительные сдвиги, мне кажется, в официальных структурах управляющих культурой Беларуси, в сторону современного искусства. Можно там как угодно ругать консерватив, достойность, нежелание на это обращать внимание, но надо просто отметить несколько фактов, которые произошли в последнее время. со фактов, например, открытия и существование галереи УМ, мне кажется, это очень существенный саптом какого-то изменения, что ли, в отношении к этому явлению, к этому сегменту искусства, к современному. Потом официально заявленное не более как месяц назад в обоих государствах решение об открытии Центра современного искусства. Мы не знаем, как он будет реализован, этот проект, но то, что это было сказано, произнесено, это для нас очень так странно, во-первых, было, но, тем не менее, факт такой и есть. Мы, конечно, будем смотреть, как развиваются события. Но это еще было невозможно, там, не знаю, год назад, допустим. Потом вот здесь приятно, что присутствует представитель управления, самоуправления Вильнюса. Я тоже отношусь к системе самоуправления Минска, и господин Бобрович не даст мне соврать и подтвердит, что все-таки была подписана программа сотрудничества между двумя городами, между мы и муниципалитетами. И это, хотя она долго подписывалась, и это было как-то так, именно определенное торможение было с белорусской стороны, но этот факт есть. Это в сентябре произошло. И там есть пункт, по которому сотрудничество между художественными структурами, музеями, галереями обозначено как необходимая перспектива. И мне кажется, этот канал уже институциональный, легальный, вполне, внутри которого можно делать вполне такие интересные, хорошие вещи. Для меня персонально было очень важно познакомиться с теми художниками белорусскими, которые живут за пределами Беларуси. То есть я уже с документацией знакома. Текст я не подписала, но не была с ними персонально знакома. И это просто уникальная возможность, пока она как-то, то есть в такой, да, коллективно, то есть не не с отдельными людьми, да, с коллективом. Вот может состояться все-таки в Вильнюсе, да, то есть в Беларуси пока мы не можем такой проект организоваться. В Беларуси это сегодня не сложился институт современного искусства, именно институт, да, то есть отдельные художники есть современные, но нету их взаимодействия именно в институциональной форме, которая предполагала бы в наличии всех компонентов, да, начиная с концепции выставки, работа с куратором, завершая физических текстов. То есть пока не будет всего этого комплекса, мероприятий, шагов. Мне кажется, невозможно будет говорить о таком явлении, как современное белорусское искусство. Ну вот это такая гипостка. Более современного искусства белорусского неоднородно, да, и это нужно понимать, и нужно понимать, как его структурировать. То есть есть самые разные проекты, не могут все со всеми взаимодействовать, вот, и вот это структурирование, что нужно много галерей, может быть, несколько центров, исходя из того, что у художников разные диалоги, разные подходы, разные техники. То есть неоднородность должна у нас стать важной темой. То есть почему мне все-таки кажется, что необходим центр современного искусства независимый, потому что, чтобы создать его, нужно вступить в взаимодействие не только художникам, но и художникам, с философами, с социологами, с кураторами, да, фандрайзингом начать заниматься. Если мы не начнем заниматься, да, этой деятельностью, скажем, пусть государство организует, то мы опять попадем, да, в эту ловушку, что институт современного искусства невозможный, поскольку он предполагает все эти компоненты, да, и все эти решения, эти задачи должны выполнять сами акторы, да, а не кто там сверху, кто это знает лучше нас, понимает лучше нас. Необходимо осмыслить, да, и этот проект, этот институт современного искусства начать создавать совместимые усилия, да, через горизонтальное взаимодействие. В настоящее время в белорусской художественной среде наметились любопытные антагонизмы, противоречия, которые, мне кажется, могут быть весьма продуктивными для ее развития. Противоречия позиций отдельных художественных групп отражаются в сборах современности, актуальности нового белорусского искусства и в конечном счете оформляются технологически. Вот герой принадлежности отдельных индивидуумов искусственного подруга сообщества. Причем существует тенденция использования данной терминологии оценочного по фактическому признаку. Например, кто не с нами, тот не актуален. Как пишет Оля Швара в каталоге, правда, немножко по-другому поводу про такое разделение на своих и чужих, и оно явно в нашем белорусском контексте происходит. Да, я собирался еще и кроме этого мне поговорить о каких-то характерных чертах педагогского искусства. Я просто выделю основные и прежде всего это героги. Причем различные продации. А, это вот проекты, которые подходят под последние. Последнюю обществу. А вот что-то представить автор губарев. Прошу обратить внимание, что авторы, принадлежащие разным общим долгерям, они очень похожи, объединенные терапичные тенденции. Сейчас я хотел бы показать клип. капитал, не знаю, помолять, что капитал. Ну, вроде бы, здравые идеи иллюстрируют этот клип, но взятый каком-то популярном упрощенном визуном ракурсе. Это и серьезность, и полная видимость и серьезности. И этот клип демонстрируют из будущего для современного белорусского искусства визуальность, которая тоже является характерной чертой. Поговорим о следующей черте, которая привлекается, это орнаментальность. Причем орнаментальность не только нормальная, но и содержательная плане тоже. На заре времен орнаментализм состоял из сделанной маргинальной декоративных форм классических атрибутов. Современно наши художники умудряются орнаментализировать большинство компонентов концептуального искусства. Политические составляющие произведения по хольгуэре может быть также орнаментальны. Еще раз я хочу отметить, что они претендуют на какие-то глобальные общения, на истину в последней инстанции. Я просто делюсь мыслями по поводу текущей ситуации по русскому искусству. Это все. Субтитры создавал DimaTorzok